Георгий Федоров у нас в гостях, специалист по выживанию. Доброе утро! Вот без чего не выжить, так это без воды. Даже говорят, без еды можно продержаться долго, а без воды никак не получится. Да, без еды мы можем три недели прожить, в идеальных условиях, если мы лежим на теплой печке и только моргаем глазами, только на это тратим калории, мы можем прожить до трех недель. Без воды намного хуже, все, три дня максимум. Вот, три дня. Значит, а сколько нужно воды человеку в сутки? Давайте об этом. Два литра, примерно два литра. Вообще у детей до 12 лет 50 миллилитров на один килограмм вес, у взрослых 35 миллилитров на один килограмм вес. Займитесь вычислениями с утра. Да, я уже посчитал, у меня 2,6 получается. Но это при идеальных условиях, что мы просто дома сидим, находимся или на работе, где-то без сильно активного отдыха. Допустим, если мы пойдем на столбы, понятное дело, что у нас воды тратится намного больше, с дыханием выходит, с потом выходит и все остальное. Значит, первое, что мы должны сделать, если мы идем на столбы, нужно терморегуляцию делать свою. То есть обычно как человек, который не знает, он приходит на столбы, он тепло один, и там в пуховике пошел, 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 два километра прошел, весь вспотел, пуховик мокрый, и только потом он расстегивается. Из-за этого все эти неприятности происходят. Лучше всего это сделать заранее. Понятно, лучше померзнуть, но пока мы идем, в принципе, будет не так холодно. Вот. Значит, основная ошибка туристов, да, когда они идут, они берут с собой воду в бутылках. И в чем проблема? У нас сейчас, допустим, на воде холодно. Ну, это логично, в чем еще? В термосе воду нести? Да, лучше всего брать в термосе. Почему? Потому что, смотрите, лучше всего вода усваивается при температуре, близко к нашему телу. Это самое первое, самое основное. Обычно что происходит? Вот такая вот история, там внутри какая-то ледышка, да, и мы пьем, и на пицце у нас не получается. А почему так происходит? Потому что в желудке вода пока нагреется, она же всасывается в кисочнике, а вот в желудке она нагревается. Ну, так редко бывает, сколько надо идти, чтобы она в бутылке замерзла. То вот взяла с собой и пошла. Лучше всего, конечно, чтобы у нас все-таки был термос в любом случае. А если термоса нету, ну, понятно, там, не знаю, в запасах держать. Ну, опять же, это говорю, если какие-то... В общем, отогреть. Лучше, да, лучше отогреть. Еще, что интересное, люди берут с собой чай. Чай это классно, это здорово, пошел на столбы, взял чай, бутерброды, все классно. Ну, давайте рассуждать. А воду не взял. А воду не взял, да. Но мы же говорим про обезвоживание организма, то есть не просто так, чтобы кайфануть. Ну, чай это что, это мы все съели, там, бутербродик классный с сахаром, там, вон, чай с сахаром, да, и все, хорошее настроение, свежий воздух, что еще надо, классно. Но, а чай для нашего организма, это все равно еда. Если особенно он с сахаром, потому что углевод, это 100% углевод, да, сахар, точнее, 100% углевод. Вот, поэтому лучше все-таки брать с собой немного воды, хотя бы пол-литра, чтобы как раз обезвоживание снять, потому что вода требуется для того, чтобы еще и сахар расщепить в организме, да, переварить. Давайте теперь перейдем к теме, как можно почистить воду. Вот представим ситуацию, ну, поскольку вы специалист по выживанию, мы представляем ситуацию, когда человек оказался в лесу и без воды, и без возможности ее там где-то под краном набрать. Но есть какая-то там, не знаю, в речке, в луже. В луже, снег зимой, да, снег вообще очень классно. Ну, смотрите, если, допустим, снег, я сегодня тоже хотел показать пример, но у нас снега сейчас дефицит, проблемы с ним. Вот, ну, можно использовать снег, его лучше сначала растопить, перед тем, опять же, к вопросу о том, при какой температуре лучше вода усваивается, лучше всего набрать снег в пакет или в бутылку, опять же, в запасах растопить и только потом его пить. Лучше так вот прям снег брать или пихать в рот, ну, этого делать не стоит. А сколько получится, ну, на стакан воды снега надо? Мало. То есть, допустим, если мы берем кружку, наполняем полностью, там, 20 миллилитров, да, грубо говоря, металлическую, ну, там, если треть останется, то это хорошо. Вот, собственно, ну, это, опять же, от влажности снега зависит и от всяких там условий. А, ну, то есть там 3-4 кружки снега на кружку воды получится? Да, допустим, когда в лесу ты там котелок набираешь, чтобы сделать чайник, нужно там несколько раз еще будет его подкидывать. Вот, ну, собственно, это такая история. Фильтровать воду. Лучше всего фильтровать, конечно, ну, точнее, не так, обеззараживать воду лучше всего кипячением. Самый лучший способ. И, ну, там, разные, там, товарищи говорят по-разному, что иногда там можно просто довести до кипения, кто-то говорит, что нужно там до 15 минут кипятить. Я все-таки поддерживаю с того, что нужно кипятить минут 10-15 точно, чтобы там, ну, бактерии... И не забывать подбрасывать, потому что в момент кипячения все будет испаряться. Крышку лучше использовать, ну, да, или использовать крышку. Абсолютно верно. Ну, кипячение, кипячение, такой способ довольно, ну, долгий. Это, во-первых, нужно вскипятить, это минут 15-20, да, еще в зависимости от уровня над морем, где мы находимся, как долго это будет все происходить. Если в горах, тем более, да, это все дольше будет. Чтобы сократить процесс кипячения, можно немного посолить. Ну, все, да, наверное, знают об этом. А, значит... Жень, знаешь, с борщом так же. Да. У нее и мужа сегодня. Вот, собственно, есть еще химическим способом, как это можно сделать, если уж совсем экстремальная ситуация. Такую воду пить не очень хорошо. Я вот тут для вас подготовил, уже есть такие таблетки специальные, называются они Аквабриз. Вот я вот отфильтровал эту воду, час назад закинул таблетки. Да, это она, вы понюхуете, как эта вода... Ее лучше сейчас не пить, конечно, да? Ну, такая она. Она прямо пахнет очень жестко хлоркой. Лоркой. Прямо, да, с крана бывает иногда. Нет, бассейн, бассейн. Бассейн, да, вот такая сильная концентрация. А бассейн также обеззараживает чем-то? Таблетки бросают? Ну, я, наверное, в том числе, да, активный хлор. Но ее пить можно. Ее пить можно, да, но она тоже не совсем полезная. Если мы говорим все-таки про обезвоживание, что нужно восполнить количество воды в организме. Мы же говорим про крайние какие-то ситуации. Да, 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 абсолютно точно. Опять же, на крайний случай можно использовать... Ну, если человек пошел в лес, вероятнее всего, у него будет аптечка. Ну, я надеюсь на это всегда. Обеззаразить воду можно с помощью марганцовки. Как это делать? Давайте сейчас покажем. Быстренько очень. Набрали воду. Она же цвет поменять должна быть. Да, она должна поменять цвет. Тут очень важно понять, как много у нас марганцовки должно быть. Марганцовки должно быть примерно 1 грамм марганцовки на литр воды. Задача, чтобы она просто поменяла немного цвет. И опять же, потом мы должны... Опять же, процесс не быстрый, что до часа она должна там постоять, выпасть в осадок, и потом еще лучше все равно профильтровать эту воду, чтобы твердые частицы не попали к нам в организм. Вот примерно вот такая вода должна быть. Слегка закрашена. Да, слегка абсолютно. Видите, там уже осадок выпадает, и как бы такая история. Можно это делать с помощью, например, других марганцовки. Допустим, купить сейчас целая проблема, можно это делать с помощью йода. Это тоже дефицит на марганцовки? Ну, там на самом деле связано с тем, что из них взрывчатые вещества можно сделать из марганцовки. Поэтому сейчас им мало продают. Вот, можно это сделать с помощью йода. Мы опять же берем и 10-20 капель. А, ну, то есть йода побольше, да? Да, йода чуть-чуть побольше на литр. Ну, йоди же, по-моему, спирт еще садят. Да, да, в нем чай, ну, запах, конечно, так себе. Не чайный. Не чайный, да. Похоже, они начинаются на спирт. Ну, вот так, симпатично так получается. Да, там сколько, 95% спирта, поэтому спиртом тоже можно. Прямо вечеринку можно уже устраивать. Да, также можно это делать с помощью перекиси водорода. Вкус будет тоже такой медицинский. Ну, там потребуется примерно одну-две ложки воды в зависимости от загрязнения этой самой воды. Ну, мне кажется, зимой, может быть, даже так и не стоит заморачиваться по поводу обеззараживания воды, ввиду того, что если ты в лесу и что-то произошло, то снег-то чистый. Он сам по себе... Да, да, но лучше всего помнить о том, что первый слой мы тоже убираем, мы берем из центра, потому что, ну, птички, синички и так далее. Зайчики. Зайчики, да, в том числе. Да, лучше всего, да, хорошо, если у вас будет аквабриз, таблетки, и если вы идете все-таки в поход, берите с собой соли, которые нам тоже нужны для восполнения в организме. Смотрите еще, какая интересная ситуация. Туристы, которые, ну, новички, они берут с собой воду и идут до последнего, вот терпят, 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 потом хова много в себя выпили, и все, и у них начинает отек ног там и так далее, все, это просто много жидкости. Поэтому, да, чтобы, если вы, допустим, начинающий турист, и только начали ходить на столбы, ходите с собой, берите помаленечку, попивайте там немного, и тогда вы будете меньше уставать и восстановитесь на следующий день намного быстрее. Спасибо большое. Георгий Федоров, специалист по выживанию. Теперь вы знаете, как сделать воду чистой, если вдруг вы забыли из дома взять. Да. Георгий Федоров Спасибо.